Философия постмодернизма. Постмодернизм – многозначный и динамически подвижный в зависимости от исторического, социального и национального контекста комплекс философских, научно-теоретических и эмоционально-эстетических представлений. Прежде всего, постмодернизм выступает как характеристика определенного менталитета, специфического способа мировосприятия, мироощущения и оценки как познавательных возможностей человека, так и его места и роли в окружающем мире. Постмодернизм прошел долгую фазу первичного латентного формообразования, датирующаяся приблизительно с конца Второй мировой войны в самых различных сферах искусства – литературе, музыке, живописи, архитектуре и прочее, и лишь с начала 80-х годов был осознан как общий эстетический феномен западной культуры и теоретически отрефлексирован как специфическое явление в философии, эстетике и литературной критике. В работах теоретиков постмодернизма были радикализированы главные постулаты постструктурализма и деконструктивизма, и предприняты попытки синтезировать соперничающие общефилософские концепции постструктурализма с практикой ельского деконструктивизма, спроецировав все на современное искусство. Таким образом, постмодернизм синтезировал теорию постструктурализма, практику литературно-критического анализа деконструктивизма и художественную практику современного искусства, и попытался дать этому объяснение как новому видению мира. Все это позволяет говорить о существовании специфического постструктуралистко-деконструктивистко-постмодернистского комплекса, общих представлений и установок. Отказ от рационализма и веры в общепризнанные авторитеты, сомнение в достоверности научного познания, то есть картины мира, основанные на данных естественных наук, приводит постмодернистов к эпистемологической неуверенности. Убеждению, что наиболее адекватное постижение действительности доступно неестественным и точным наукам или традиционной философии, опирающейся на систематически формализованный понятийный аппарат логики с ее строгими законами, взаимоотношения посылок и следствий, а интуитивному поэтическому мышлению с его ассоциативностью, образностью, метафоричностью и мгновенными откровениями инсайта. Причем эта точка зрения получила распространение не только среди представителей гуманитарных, но также и естественных наук, физики, химии, биологии и т.д. Это специфическое видение мира, как хаоса, лишенного причинно-следственных связей и ценностных ориентиров, мира децентрализованного, предстающего сознанию лишь в виде иерархически неупорядоченных фрагментов, и получила определение постмодернистской чувствительности. Если постструктурализм в своих исходных формах практически ограничивался относительно узкой сферой философско-литературных интересов, то есть, условно говоря, определялся французской философской мыслью, постструктурализм Дериды, Фуко, Делеза, Гватари, Кристевой и американской теории литературоведения, деконструктивизм Демана, Хартмана, Блума, Миллера, то постмодернизм сразу стал восприниматься как глобальное выражение современного ощущения духа своей эпохи, эпохи второй половины и конца XX века. Для подобного расширения потребовалась и переоценка некоторых исходных постулатов постструктурализма и привлечения более широкого философского и демонстрационного материала. Как спешит уверить страстный сторонник постмодернизма Вольфганг Вельш, конгруэнция постмодернистских феноменов в литературе, архитектуре, как в разных видах искусства вообще, так и в общественных феноменах от экономики, вплоть до политики и сверх того в научных теориях и философских рефлексиях просто очевидна. Как и всякая теория, претендующая на выведение общего знаменателя своей эпохи, на основе довольно ограниченного набора параметров, постмодернизм судорожно ищет подтверждение своим тезисам везде, где имеются или предполагаются признаки, которые могут быть истолкованы как проявление духа постмодернизма. При этом частным и внешним явлениям нередко придается абсолютизирующий характер. В них видят выражение некоего духа времени. Иными словами, постмодерном пытаются объяснить весь современный мир, вместо того, чтобы из своеобразия этого мира вывести постмодернизм как одной из его тенденций и возможностей. Проблема формирования постмодернизма и его функционирования в системе современной западной культуры затрагивает сферу глобальную по своему масштабу, поскольку касается вопросов не столько мировоззрения, сколько мироощущения, то есть ту область, где на первый план выходит нерациональная, логически оформленная философская рефлексия, а глубоко эмоциональная, внутренне прочувствованная реакция современного человека на окружающий его мир. При этом осмысление постструктуралистских теорий как концептуальной основы постмодернистской чувствительности – факт хронологически более поздний по сравнению со временем возникновения постструктурализма и ставшей предметом серьезного обсуждения среди западных философов только с середины 80-х годов. Одним из последствий выхода на теоретическую авансцену философского постмодернизма был пересмотр тех импульсов влияния, которые оказали существенное воздействие на сам факт формирования постструктурализма. Как, собственно, постмодернистский по своей природе стал рассматриваться такой влиятельный и распространенный в интеллектуальных кругах Запада феномен, наиболее отчетливо проявившийся в последние два десятилетия и лежащий на стыке литературы критики, философии, лингвистики и культурологии как феномен поэтического языка или поэтического мышления. Именно поэтическое мышление и характеризуется современными теоретиками постмодернизма как фундаментальный признак постмодернистской чувствительности. Суть его заключается в том, что философы обращаются к самому способу художественного поэтического постижения мысли. При этом они заявляют, что только таким способом ее вообще можно выразить. Другим аспектом этого же явления служит тот факт, что критики и теоретики литературы выступают по преимуществу как философы, а писатели и поэты как теоретики искусства. Теоретики постмодернизма постоянно подчеркивают кризисный характер постмодернистского сознания, считая, что своими корнями оно уходит в эпоху ломки естественно-научных представлений рубежа 19-го, 20-го веков или глубже, когда был существенно подорван авторитет как позитивистского научного знания, так и рационалистически обоснованных ценностей буржуазной культурной традиции. Сама апелляция к здравому смыслу, столь типичная для критической практики идеологии просвещения, стала рассматриваться как наследие ложного сознания буржуазной рационалистичности. В результате все то, что называется европейской традицией, воспринимается постмодернистами как традиция рационалистическая или вернее буржуазно-рационалистическая и тем самым как неприемлемая.